рад всех приветствовать сегодня разберем вариант комплектации трехдневного патрульного рюкзака ну по крайней мере в той комплектации которые собрал его я сначала разберем как он выглядит в стоковом варианте то есть без подсумков без ничего исключительно как именно штурмовой вариант собственно его и удобно использовать именно как штурмовой ввиду простоты функциональности надежности с фронтальной части выглядит вот таким вот образом с фронта как мы видим у нас значит находится большой карман и значит один ряд стропы для крепления какого-то снаряжения карман соответственно закрывается также на фастекс и на стропы здесь не молнию который как раз нам предоставлять доступ в этот самый карман внутри внутри на липучке кармашек соответственно тоже небольшой куда много ничего не влезет снаружи тоже видим вот такой небольшой карман для или какой-нибудь мелочевки соответственно тоже это можно положить ну собственно все с фронтальной части больше ничего такого нет сзади задняя часть рюкзака тыльная но то которых спине то есть на что у нас здесь но здесь кармашек для бирки идентификационной значит лямки пишет и вот следующим образом чем очень хорошо добротно пришиты лямках соответственно есть три стропы для крепления нужного снаряжения реализована система быстрого сброса вот таким вот образом на одной лямки и то же самое на второй поясная стропа вот таким вот образом она выходит на фастекс и застегивается и можно и убрать вот сюда во внутреннюю часть без каких-либо проблем соответственно сами по себе лямки крепятся вот таким вот образом на колечко чем очень добротно то же сделано качественно прошита тут нареканий в общем никаких нет ну и что здесь вот еще имеется карман большой в принципе на всем этом протяжении у него конечно там мелочевку это ложить класть нельзя потому что вывалится это сквозное но можно заснуть гидратор возможно даже коврик ну если он там соответственно подходит для этого или еще что-то мы видим что вокруг два люверса один на большом кармане который фронтальный и один из центрального отдела и соответственно две стропы здесь ячейки и две ячейки здесь вот они можно закрепить какой-то дополнительное снаряжение используя их можно принципе штатный подсумок нему есть небольшой такой для тоже как вы как правило служат для одежды которые дополнительно крепится к этому фастексу но по сути этот фастекс можно использовать и с вот этими стропами которые должны выходить наверх вот сюда здесь крепится должны это можно принципе при желании зафиксировать и сюда вниз сбоку на таким образом все это сбоку выглядит как видим здесь один столбик на из ячейк молли здесь их два но они достаточно широкий поэтому можно в принципе вешать подсумки даже трехрядные значит то еще здесь закреплено можно утянуть до либо же дополнительно снаряжение прикрепить посредством вот он раз тропа его 2 тоже на фастекс их они крепятся очень крепко плюс еще у нас вот здесь вот тоже имеется ну что-то однорядное вполне себе можно закрепить как это подсумок такая же история у нас с противоположной стороны здесь используется молнию очень мощная очень прочная такие внушительные габаритные вверху здесь у нас тоже видим что на фастексах можно посредством двух строп закупить какое-то снаряжение сверху есть вверху вот здесь у нас тоже видим что на фастексах можно посредством двух закупить какое-то снаряжение сверху можно затянуть стропу и соответственно свободный конец просто заправить сюда вот в стропу здесь фиксируется и болтаться не будет лямка для переноски ручка она из стропы тоже очень прочная хорошая штука прям пришита на конкретно капитально и соответственно вот таким вот образом закрыто здесь отверстие с пластиком из пластиком прочный твердый соответственно здесь можно вывести как шланг гидратора так и провода в общем что необходимо соответственно то же самое и с противоположной стороны плюс сюда же проходит парашютная стропа которая у нас находится внутри внутри у нас большого разнообразия нет большому счету здесь нет никаких там потаенок карманов и прочего есть просто одно большое отделение вот такой вот просто одно большое отделение на дне там леверс как уже было сказано вот он здесь находится ну так вот кармашек также находится внутри его размер как раз по всей спине по всей спиной части внутри него находятся две парашютные стропы которые нужны для эссантирования сейчас подробно не будем разбирать и вот так вот пластиковая пластиковая вставка по опять же по всему размеру спины найдет и вот так вот еще мягкая поролоновая такая штука дополнительно для большего комфорта ну собственно вот его внутренняя организация больше ничего такого нет один большой карман модификация такого рюкзака как раз делает его идеальным для как раз штурмового варианта компактный прочный очень много можно как раз но если использовать именно штурмовых целях да это боеприпасы главным образом чуть-чуть попить чуть-чуть поесть то вот больше ничего не нужно пластиковая вставка на спине делает его наиболее удобным для использования вместе с бронежилетом то есть это ни разу не туристический вариант не городской это конкретно штурмовой рюкзак военный и теперь рассмотрим как он выглядит как его собрал для использования в патрульном варианте так вот патрульный вариант то есть тут же рюкзак но наполненный вернее укомплектованный подсумками соответственно с содержимым что в нем находится в этих подсумках сейчас подробно рассмотрим чем рассматривать что у нас есть с тыльной стороны на лямках на лямках здесь у меня выведен гидратор соответственно чтобы можно было не снимая его реализовать свою потребность в воде здесь же небольшой подсумочек у меня здесь лежит опять таки чтобы не снимать рюкзак не говорятся в нем у меня здесь лежит некоторое количество вот таких вот гелевых пакетиков арена углеводных кофеином который как раз позволяет очень быстро восстановить энергию тот же фонарик вот таком формате чтобы можно было опять таки не снимая на лямке включил подсветил себе куда надо он у меня крепится на стропу и плюс еще я взял такую резиновое крепление для турникета который для фонарика тоже очень хорошо подходит вот соответственно фонарик дальше боку у меня приторочена аптечка аптечка отрывная ну для того чтобы не надо было ковыряться в языке там что-то искать если непосредственно нужна медицина вот оторвал аптечку и смотришь что надо подробно что в аптечке но это бы другое видео поэтому долго сейчас на этом останавливаться я не буду здесь же здесь же в отдельном подсумке мне находится мультитул быстром доступе он такой простенький и здесь же у меня находится легионические средства как-то туалетная бумага влажные салфетки там зубная щетка зубной пастой чтобы опять таки если уж что не надо было там ковыряться в рюкзаке очень долго она в быстром доступе находится далее здесь подсумок с магазинами положить отдельно опять таки чтобы случае чего очень быстренько заменить магазины разбог 2 бок с этого бока мало пехотная лопатка но опять таки ее брать или не брать зависит от условий местности где полагается выполняется задача какая-то да можно сказать что проще там взять складную тут уже на любителя мне больше нравится такая тем более что и можно использовать у него очень много функций на самом деле про него вообще можно отдельный обзор снимать отдельное видео далее здесь же быстром доступе находится непроницаемый водонепроницаемый чехол для рюкзака и пончо который можно накинуть сверху что опять таки позволяет нам она весит немного и можно плач-палатку не брать очень удобно в этом плане можно соорудить тент и как пончо использовать и спальный мешок завернуть в том числе далее здесь также подсумок двумя магазинами так здесь большой подсумок которому этом добавил пару карабинчиков изолента надо вы конечно синюю за ленту так более тактично будет в данном подсумке у меня находится котелок но по поводу котелка тут тоже вопросы могут возникнуть потому что с одной стороны на три дня идти но если предполагается небольшой какой-то патрульный вариантом до трех суток то можно обойтись там и без котелка она там где трое суток а может недели быть это и больше поэтому котелок нужен я исхожу из того что котелок нужен он не так много места занимает не такой уж он тяжелый выручивать он может здорово по содержимому котелка соответственно здесь так уж много но тут влажные салфетки для протирания и здесь у меня находится сухое горючее достаточном количестве соответственно этот щепочница кофе побольше тут тоже такой ключевой момент если вы пьете кофе они чай то вы запаситесь им лучше вот так вот таких разных пакетиках потому что не факт что полу дастся там его заваривать где-то еще что-то тут кипяточком залил в общем нормально ну соответственно кружка кружка вот такая с бундесверовская фляжечка который можно держать и в ней что подогреть или же горячее из нее пить ложка с ножом и спиртовые салфетки для того чтобы обеззаразить протереть в один пакетике лежат прям сам сразу сверху опять-таки находятся штанишки непромокаемые на мембране то есть пончо сверху штанишки снизу и вот они должны если вдруг что застегло чтобы там весь рюкзак меня перерывать вот они штанишки лежат рядом проблем никаких не возникает фронтальной части находится подсумочек такой если надо я крупным планом сделаю наверное какие подсумки но в данном случае товарер осау систем административный подсумок он очень удобно в том плане что можно разложить карту посмотреть тут тоже там мелочевка необходимая там виде блокнотика gps навигатора компаса курвиметра карандашики ручка свисток дозиметр так это я засниму еще дальше также в относительно быстром доступе здесь у меня находится коврик чтобы его снять по большому счету на здесь такие стяжки резиновые которые можно также использовать но и других целях коврик разложили где надо расстелили его пока у тебя положу так дальше фронтальный карман что находится здесь тут есть карман небольшой в нем запас веревки стяжек карабинов и паракорда побольше что еще в этот карман у меня вместилось также ну главная функция использую для боеприпасов значит меня здесь носки с патронами количестве 4 штук в один такой носок вмещается короче 90 патронов 3 магазина если на 5 45 на 39 и того у меня есть размещено 4 носка у 90 патронов то есть 360 патронов то есть 12 магазинов далее также здесь размещаются не размещено 4 гранаты запасные запал естественно отдельно должны быть и также у меня здесь дымовая шарка запасная сетительная ракета сигнальная ракета и теперь центральное отделение что здесь здесь у меня две вот такие вот сумки там внутри гидратор него не буду вынимать могут есть и спальный мешок сущности все пока отложу отдельно но по спальному мешку тут опять-таки он подбирается зависимостью от погодных условий нужен ли он вообще есть нужен то какой далее по сумкам в одной из сумок еда из расчета на трое суток по-хорошему понимать что если вы привыкли кушать три раза в день значит у вас и должно быть расчет три раза питания мне нравится конкретно у меня такие штуки коронидова принципе по ними уже обзор делал вот их соответственно по количеству на три дня плюс к ним беспламенные нагреватели пищи если будет такая необходимость да если не можем развести огонь значит есть нагреватели в нужном количестве здесь же качестве аварийного удовольствует майдей на 1200 калорий плитка так и здесь же запасные углеводные гели арена салфетки соответственно для рук дезинфицирующие вот такой небольшой контейнер с витаминками animal pack но тут это на любителя по большому счету я нашу всегда потому что ему спасает эта штука хорошая так это у нас соответственно пропитание здесь здесь всякие расходные собственно материала здесь там белье сменные нательные с носками ну вверх-вниз запасные аккумуляторы на рацию вот такое спасательное дело которое можно реализовать вместе со спальным мешком очень неплохо набор для чистки обуви ремонта одежды также набор для чистки оружия так что еще вот такие вот арист из комплекта ратник 6 ю 43 но это так на всякий случай потому что гораздо удобнее использовать вот такие вот пакетики hot hands они лучше по ним принципе она лучше отдельный обзор делать значит это просто теплушки и есть еще такие стельки то есть если уж совсем плохо можно стельки положить себе в обувь и они будут вас греть ну по крайней мере мне нравится классная штука так значит по подсумкам вопросы думаю возникнут наверно какие подсумки использовались поэтому уточню административный варьера салт-систем соответственно вот он выглядит снаружи крепится нормально держится здесь фиксируется стропой тут у него молнии расстегиваем получаем доступ к содержимому вот он соответственно полностью раскрывается лямочки помогает удерживать его в горизонтальном положении очень удобно под карту здесь хорошо в принципе сюда еще может что-то подложить получается как карман ну для какой-то мелочевки для для бумажки соответственно здесь вот это две широких резинки куда можно запихать что-то относительно габаритные я там случае там свечку поставил с блокнотиком но здесь уже резинками мелочок а сделано соответственно что надо сюда тоже умещаем здесь соответственно большой карман компас со свистком и здесь еще один большой команд получается тут у меня вместился навигатор так вот под сумочек вот таким вот образом выглядит магазинами я использую тасманского тигра для а.к. как раз версии недели под два магазина для автомата калашников если прекрасно заходят очень удобно в принципе при желании можно здесь тоже липучка есть можно при желании его сделать открытого типа никто не вывалится соответственно 21 с одного блока такой же далее аптечка аптечкой у меня использована тоже варю асал систем довольно таки удобно и габаритная ну вот именно для рюкзака относительно того чтобы на себе и таскать тут конечно под вопросом если вы не являетесь штатным медиком а на рюкзак вот самое то принципе подробно и разберу если будет надо напишите в комментариях я сделаю под нее обзор так по бокам вот такие вот подсумочки просто там просто за британского подсумка для противника заснял но у них ничего необычного нет просто как раз-то мелочевка у них входит неплохо с одного блока и другого блока такой же вон теперь не стандартные британские так подсумок в котором лежал котелок это варте ковский хороший подсумок добротно сшит короче вещь качественная добротная дешево и сердито то что надо в общем подсумок в котором хранятся углеводные эти штуки арена вот такой на одну стропу производства компании сплав вот ну и собственно на этом все у меня моем варианте патрульного рюкзака я вот его комплектую таким образом недостаточно опять же там если возникает необходимость добавить туда гранатомет примеру а он просто притаращиваются к рюкзаку бляга плагалянки для этого есть если какие-то дополнительные необходимо дополнительные специальные средства нести то никто не мешает большому счету просто добавить подсумок или если что-то пошло можно взять рюкзак побольше потому что данный закон не такой же большой и его задача как раз именно патрульная они рейдовая благодарю за внимание быть добры